Широми, когда ты первый раз в жизни узнал о футбольном клубе Астана? Когда он был в квалификации матча в 2015 году. А когда ты в первый раз увидел Астану вживую на стадионе? Вживую на стадионе. Это в Казахстане? Да. То есть первый раз ты посетил матч с участием Астаны в 2017 году? Да. Широми, чем тебе нравится Астана? Почему ты болеешь за Астану? Потому что для меня сначала очень эксотика команда. Я просто хотел знать лучшую команду в городе, потому что я всегда любил среднюю Ассию. Очень интересно для меня было. Когда мы произносим слово Астана, понимают ли любители футбола Испании, что Астана это клуб из Казахстана? Да. Я думаю, что вообще люди знают команду. Да. Теперь, знаете, в первом разе, когда играл в ЧАБе в Лиге, я думаю, вообще люди ничего не знают. Широми, правда ли, что атмосфера на домашних матчах Астаны в Лиге Чемпионов или Лиге Европы гораздо круче, чем на матчах Лалики, например, клуб из своего города Вигу? Думаю, что, да, люди громче здесь. Может быть, есть звук, есть звук силы, может глушат, может глушат боельщики больше, чем в Лиге, потому что там люди спокойно идут на футбол, там, здесь люди болеют. Когда ты первый раз посетил матч Астаны, здесь, на Астана-арене, ты удивился уровню фанатской культуры Астаны? Люди очень громко сокричают, и вообще они приказ, они принимают приказ спикера. Лидера фанатов? Да, да, да. Широми, когда ты попал на фанатский сектор, как тебя приняли болельщики? Очень хорошо, очень, очень горячо, может быть, да. Ты боялся немножко? Очень, очень тепло меня принимал в секторе, да. Ты почувствовал эту энергетику? Да, 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 я сокричал, в 45-м ночи сокричал. Наверное, это было удивительно, когда ты стал частью фанатской культуры, и при этом Астана победила. Да, 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 я так называю команду, да, так называю команду. Расскажи обо своих эмоциях. Я волнуются, когда при втором тайме дополнительного века, потому что понял, очень много впереди ходили, да. Ну, наконец, вы впираетесь, все произошло хорошо, и благодаря Богу, вы проходили, кто будет дальше, да. Эмидж очень крутой вратарь. Да. Казахстан и Астана. Расскажи, что ты увидел в Астане, что тебя удивило? Новые здания, все новые здесь. Все новые, все высокие, все запланировали. Ну, например, Вайтерик, Ак-Лурда, Хан-Шатири. Я могу, это очевидно, что это запланировано, и это очень потрясающе, совсем, в течение заката. Очень хороший город. Особенно это берега, новые берега. Когда в первом разе буду здесь, приехали здесь, я уже знал, что казахский народ очень, очень привидливый, очень теплый, в чем только не останется. И это не изменилось. Люди вот так, так было, очень тепло, что очень могу сказать. Мои отношения, как Казахстан, реально, были позитивны, и люди не разочаровали меня, совсем. Люди вообще ничего не знают о Казахстане. Люди вообще знают сопределом Европы и Америки. Война происходит. Они, когда я в первом разе, я здесь приехал, думал, что ты один будешь, и кто знаешь, что будешь делать. Там опасно, но совсем нет, совсем, очень слабо находит. Какие ты знаешь слова по-казахски? Алма, тоже самое, чем по-венгерски, язык, яблоко. Ата, значит, дедушка, просто больше, чем Рахмет, привет. Алга, Астана, болезнь? Алга тоже, Алга, да. Помнишь Алга, Астана? Что это значит? Алга, то есть вперед? Вперед, молодец. Жарайсон по-казахски, молодец. Субтитры создавал DimaTorzok